Приветствую вас. Чуть-чуть статистики. Время-время затевается дискуссия по поводу того, какая структура промышленности Украины в России. Но я решил заодно добавить и Польшу, и Белоруссию, и Казахстан. Ничего здесь такого сверхсекретного нет. Это вся информация взята из официальных сайтов статистики России, Белоруссии, Казахстана и Польши. Единственное, извините, за разные периоды. Я не знаю, почему так. Кто-то быстрее считает, кто позже. Польша нашел когда-то 2016. Не объясню, что есть. Считается это все в текущих ценах, считается это, понятное дело, в текущих деньгах, просто это структура. Она удобно сравнивать, четко понятно, что и где, и как. Сразу для всех специалистов. Смотрите, когда выращивают зерно, это сельская, это не промышленность. Откуда выращивают птицы, пока она на ферме, пока она растет, это сельское хозяйство. Когда продают живую, есть такое понятие, мясо в живом весе. Это сельское хозяйство. Но как только оно попадает на мясо в перерабатывающем предприятии, когда туда есть забой, это уже промышленность. Чтобы немножко правильно понять. По этой причине, когда производят мясо птицы охлажденное, это промышленность. Мясо птицы замороженное, это промышленность. Вот курочка, которая бегает в сельское хозяйство. Понятное дело, строительство отдельно, и еще есть сверху услуг, конечно, отдельно. Это классическая методика разбивка добывающей промышленности, добыча полезных ископаемых, промышленности, обрабатывающая производство, промышленности и энергетика, обеспечение электроэнергии и отходов всего промышленности. Это используется во всех странах, и в принципе методика та же самая. И немножко это укрупнило, там более широкая номенклатура, но чтобы вас не пугали. Итак, начинаем. Украина. Ну, по большому счету, как видите, у нас добывающая промышленность 15%. Ну, в России понятно, что 25%, потому что нет нефтегаза. Ну, вы сами видите, да, что у нас есть? Добыча угля, да, даже газ, видите, 5%. Руды более-менее, ну, что есть, то есть, да, нефтегаза нет, да. По этой причине, конечно, в России 25%. Хотя, обращаю ваше внимание, сразу Казахстан, значительно больше. Да, Казахстан, конечно, больше, как бы, зависит от добычи сырья, это логично. Да, и в принципе, никто и не оспаривает, я понимаю. Белоруссия вообще там несчастных 1%, Польша 2%, ну, уголь Польша там добывает, ну, я не начал там. И теперь обрабатываю. Ну, по большому счету, вы видите, что, ну, на энергию можете посмотреть, в Украине довольно много. Ну, это немножко связано с тем, что, ну, во-первых, где-то там специфика наша. А так, в принципе, как видите, энергетический производство электроэнергии по странам около 9-8%. А теперь, что же получается, то, что последняя дискуссия, пищевая, пищевая. Да, 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 действительно, в Украине доля пищевой промышленности довольно-таки большая, 27%. Как Польша? Да, 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 не делается. Так что, в принципе, мы здесь уже выровнялись, то есть, сделали такую модель. Но в Беларуси 25%. По большому счету, если у нас доля пищевой промышленности будет 25%, ничего плохого, даже 30%. Да, действительно, есть, так сказать, целесообразность развивать и увеличивать долю пищевой промышленности. Это более всего целесообразно. Понятное дело, что Казахстан там имеет небольшой показатель. Вряд ли будет. Наращиваться, все-таки для Казахстана добыча полезных ископаемых, это более важно. Ну и, вы сами понимаете, все-таки довольно большие запасы природных ресурсов. Для России ведь 11%. Ну, скажем так, середнячок. Маленький середнячок, хотя, да, действительно, все более-менее работает. Но, обращая внимание, сейчас в Украине и в Польше где-то доля пищевой промышленности, промышленности в Украине и Польше, совпадает. Вполне логично. Легкая промышленность, ну вот за исключением Белоруссии, она нигде, как бы, существенной роли не играет. Ну, скажем так, сложновато, да, сложновато. Легкая промышленность кажется, ну вот сбыт, сбыт, сбыт. Хотя, кто его знает, видите, у нас 1%, ну, может, действительно, когда-то сделаем 2%. 20 не будет, это очень сложно. И, видите, в Польше ставится 1%, хотя, многие говорят, вот, Польша, громадный, количество швейных цехов. Цехов-то много, ну, и так все это было. Дерево обрабатывающие, тоже, как видите, много про это как-то говорят, но она тоже, даже для России, она существенной роли не играет. Да, она есть, да, ее используют, да, она работает. Ну, производство кокса и нефтепродуктов. Ну, понятное дело, что Россия лидер. И, видите, рядом Казахстан. Ну, опять же, за счет чего Казахстан, ой, извиняюсь, рядом Белоруссия. Молодец, Бальчик, молодец. Берет сырье в России и перерабатывает. Молодец. Нет, мне Балкашенко нравится, от молоча. А Россия, понятное дело, что нефть перерабатывает. Ну, как, ну, добывает, нефть перерабатывает. Ну, у нас же нефть отродятся только нет. И в Польше столько нет. Хотя, видите, тоже нефть переработка, ну, как бы, побольше, чем в Украине. Теоретически, теоретически, Украина могла бы действительно увеличить, ну, там, доли нефть переработки. Где, брат, сырье? Ну, только импортные, только импортные. Так что, ну, если когда-то, может быть, с Румынии, там, из России будем покупать. Ну, я думаю, это все. Химическое. Вот смотрите, видите, химическая промышленность. Посмотрите сразу Польшу, потом Белоруссию. Да. Вообще, по большому счету, вот что реально развивать и где делать кооперацию в химическом промышленности. Вообще, в хорошие времена Украина как работала? Она покупала сырье в России, перерабатывая, поставляла в страны Евросоюза. В том числе и в Польше. А Польше еще перерабатывала. Вообще, понимаете, химическая промышленность, она, в общем-то, всегда имеет спрос. Потому что, да, нефть добыли, газ добыли, она на полуфабрикаты, или уже готовые к химической промышленности. Так что, в этом направлении, ну, мы их сейчас потеряли, видите, 8%. Было больше, больше. Вот если уже брать опыт, нам бы хорошо, конечно, развивать именно химическое, причем в различных направлениях. Начиная с переработки серы, тоже дело полезное. Газа, нефть, там, полистиролов, полипропиленов, так дальше. Минералендобрения. Действительно, Украина когда-то довольно активно производила минералендобрения. Еще экспортировала, сейчас импортирует. Почему я импортирую, вот, обращаю ваше внимание, импортирует частично с Польши. Ну, металлургия. Ну, понятное дело, что в Украине довольно большая процент, 18%. Это вполне логично, это, я думаю, вы все знаете. Было даже больше. В России, ну, в России, как бы, 13%. Сложно сказать, хорошо или плохо, ну, нормальные показатели абсолютно. Да, в Белоруссии поменьше. Понятно, в Казахстане металлургия играет большую роль. Я говорю, что Казахстан, такой, действительно, больше сырьево промышленный металлургический. Это его конь, пищевая конь его. Польша 11%, да, тоже интересная ситуация. Мы поставляем полуфабрикаты черных металлов в Польшу. Польша делает уже, как бы, готовые поставляют дальше по Европе. Ну, вот это вот действительно интересно. Поставлять не сырье, не полуфабрикаты. Готовы тут же стали. Хорошая вещь бы, но как это все сделать? Ну, опять же, таким, нужный кокс, нужна энергия. Вот это вот всегда. Хочешь сделать одно, сразу другое дали. Ну, еще раз повторяю, что, да, действительно, Украина сейчас уменьшила долю металлургии за счет увеличения доли пищевой промышленности. Это есть. Это может продолжаться. И еще раз повторяю, за счет доли химической промышленности тоже уменьшили. Хотя, лучше было бы не уменьшать. Ну, машиностроение. Если по большому счету посмотреть, Польша, конечно, лидер. Ну, честно говоря, лидер. Лидер там 12%, 14%. Опять же, это все в основном за счет производственной кооперации. Польша, фактически, что называется, производит продукцию машиностроения не свою. Она под Европу, под Америку, под другие страны. И поэтому там действительно большая доля машиностроения. По этой причине я 101 раз говорю. Вот как Украина может реально воспользоваться соглашением процессации. Вот как Украина может реально запустить машиностроение. Возродить, то есть сделать новый формат. Это вот это реально. Да, действительно, не нужны большие предприятия. Они бессмысленные. То есть, тем более, они энерго неэффективные, плюс очень громадные. Нужны компактные, новые, ну или переоборудованные предприятия, которые работают исключительно в условиях производственной кооперации с Евросоюзом, а еще лучше с Китаем. Вот такая ситуация. Ну и давайте заодно посмотрим, что у нас делает Батько. Молодец. Ну, смотри, какая доля машиностроения. Замечательно. Да, действительно, экономика маленькая. Ну, конечно, мы маленькая. Постанавливать в России. Но действительно неплохо. Хотя, ну, что вам нужно сказать. Да, для Казахстана, ну, может и правильно, Казахстану немножко. Россия, ну, опять же, в проценте, если смотреть машиностроение, транспорт машиностроения, понятно, в России больше, во-первых, за счет производства тех же автомобилей, хотя, опять же, производственная кооперация, обращаясь в виду. В Украине транспорт машиностроения, ну, в самом таком печальном состоянии. Что есть, то есть. Вот такая ситуация. Ну, мебель здесь, смойте, посмотреть, можете не смотреть. Там такой показатель небольшой. Вот такая, в общем, кратенькая информация для понимания, что же такое промышленность. Потому что некоторые очень как-то странно понимают. Вот. Нет, ребята. Конечно, никто не говорит, что есть некое чудо, какие-то невероятные события. Но промышленность вот такая. И в Украине, и в России, и в Беларуси, и в Казахстане. То есть, каждый имеет какие-то свои плюсы, минусы. Где-то выигрывает, где-то проигрывает. Но, сейчас повторяю, ничего не следит на месте. По этой причине, да, действительно, сейчас структура промышленности Украины, она меняется. Ее надо поменять. Но поменять в каком направлении? Ближе к Польску. Вот такой ситуации.